Итак, друзья, ну что, всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал, рад каждого из вас здесь приветствовать. Напоминаю, что в каждом видео такого формата у меня проходит конкурс на 3000 рублей. А для участия нужно всего лишь оставить комментарий по теме данного ролика, поставить лайк и быть подписанным на канал. Всем удачи! В этом видео вы узнаете самых преданных действующих игроков РПЛ. Разумеется, футболисты преданы одному клубу с момента постоянного нахождения в нем, без ухода в аренду. Многие великие игроки старой футбольной эпохи старались как можно дольше добиваться результатов с одним клубом. Райан Гиггс, Пол Скоус, Пауло Мальдини и другие. Поэтому в этом видео под вашу поддержку уникальная статистика, кто же из действующих игроков, а именно РПЛ, старается сохранять преданность одному клубу. Итак, коротко и по фактам, погнали! Андрей Малых, Оренбург, 14 лет и 1 месяц нахождения в клубе. Родился 24 августа 1988 года, 35 лет на данный момент. Место рождения город Киров, амплуа правый защитник. В команде находится с 1 января 2010 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Текущая стоимость на данный момент 100 тысяч евро. Максимальная стоимость 1 миллион евро. Два раза выиграл ФНЛ с Оренбургом. В целом за Оренбург провел 373 матча. Забил 15 мячей и отдал 36 результативных передач. Из которых 217 в первой лиге ФНЛ и 80 матчей в РПЛ. Безусловно, легенда клуба, но продлят ли с ним контракт летом или история завершится. Следующий это Резван Уциев Ахмат. 14 лет и 4 месяца нахождения в одном клубе. Родился 7 февраля 1988 года. 36 лет на данный момент. Место рождения Аргун. Амплуа правый защитник в команде находится также с 1 января 2010 года. Контракт рассчитан до лета, то есть 30 июня 2024 год. Текущая стоимость 100 тысяч евро. Максимальная стоимость 4 миллиона евро. Капитан Ахмата в общей сложности провел 306 матчей. Забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. 273 игры пришлось на российскую премьер лигу. Интересно, предложат ли новый контракт Уциеву или возможно он займет какую-то другую должность в клубе. Идем дальше. Кирилл Набабкин. Московская ЦСКА. 14 лет, 2 месяца нахождения в одном клубе. 8 сентября 1986 год. Рождение 37 лет на данный момент. Кирилл родился в столице и в майке ЦСКА 3 раза становился чемпионом России. Также 3 раза обладателем Кубка России. И столько же выигрывал Суперкубок. Хороший такой хитрик оформил за карьеру. В команде с 1 декабря 2009 года. Контракт рассчитан также до 30 июня 2024 года. Текущая стоимость также 100 тысяч евро. Стоимость на пике составляла 3,5 миллиона евро. Также Набабкин провел 5 матчей за сборную России. За ЦСКА провел 320 матчей. Забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Все-таки осенью Кириллу исполнится уже 38 и навряд ли ему будут предлагать новый контракт. Ну а теперь переходим к вратарской позиции. И у двух из трех киперов точно есть шансы на продолжение данной статистики. Маринато Гильерми, локомотив, русское и бразильское гражданство. 16 лет и 6 месяцев нахождения в клубе. Родился в бразильском городе Катагуазис. 12 декабря 1985 года. И сейчас ему уже 38 лет. Бразилиц отыграл 19 матчей за сборную России. В составе ЛОКО стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. А также 4 раза выигрывал Кубок России с железнодорожниками. Команде находится с 1 августа 2007 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Текущая стоимость 300 тысяч евро. Максимальная стоимость в лучшие годы карьеры составляла 8 миллионов евро. С учетом того, что в этом сезоне Гилья провел всего 5 матчей и то в Кубке России, навряд ли ему будет предложен новый контракт. Но кстати, сам футболист заявлял, что ждет предложение от медиакоманд. В целом провел за ЛОКО 383 матча, в которых пропустил 385 мячей. Но при этом имеет в своем активе 143 матча без пропущенных голов. Следующий по списку Антон Шунин. Динамо Москва. 17 лет и 1 месяц. 27 января родился 1987 года. На данный момент 37 лет. Родился в городе Москва и бывший игрок сборной России провел за команду 15 матчей. Привновался лучшим игроком сезона, а также выигрывал первую лигу в 2017 году. В команде находится с января 2007 года. Контракт рассчитан также до 30 июня 2024 года. Стоимость текущая составляет 500 тысяч евро. Максимальная стоимость на пике карьеры составляла 6,5 миллионов евро. Ну а в этом сезоне в РПЛ провел 11 матчей, в которых лишь раз сохранил ворота Сухими. Также 2 матча в Кубке России. В общей сложности за Динамо провел 359 матчей и пропустил 399 голов. Антон имеет на счету 124 сухих матча. Будет ли предложен контракт Шунину по окончании действующего, это интересный вопрос. Но я думаю, шансы есть. Думаю, что все догадались. И в заключении выпуска у нас, конечно, Игорь Акинфеев. Это просто топовый рекордсмен и чистое первое место. Капитан, легенда, галкипер ЦСКА в клубе уже 21 год и 4 месяца. Но это же охренеть. Пеняев еще на свет не появился, а Игорь уже топтал футбольные газоны чемпионата России. В апреле исполняется уже 38 лет. Видная Московская область. Там родился будущий капитан армейцев. За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. И просто посмотрите, сколько трофеев собрал за карьеру Игорь. Лучший игрок сезона 4 раза. Победитель Кубка УЕФА. Чемпион России 6 раз. 7 раз забирал Суперкубок России. Победитель Кубка России также 7-кратный. Ну разве не топ? И все это в одном клубе. Ну если не мне, то хотя бы Игорю лайк поставьте. Безусловно, своей карьерой и преданностью. Но уж хотя бы лайк, то он точно заслужил. И давайте посмотрим, сколько наберет лайков легенда армейцев. В команде находится с января 2003 года. Контракт рассчитан до 30 июня этого года. И я думаю, безусловно, он будет продлен. В этом сезоне за ЦСКА провел 15 матчей в РПЛ. Пропустил 20 голов. И в своем активе имеет 4 сухих матча. А в Кубке России один матч, в котором не пропустил и сохранил ворота в неприкосновенности. Текущая стоимость 1,5 миллиона евро. Максимальная стоимость на пике составляла 20 миллионов евро. И сейчас будет какая-то невероятная цифра. Просто вслушайтесь. 755 матчей провел за ЦСКА Игорь Акинфеев. В которых пропустил 682 мяча. И 315 матчей отыграл на ноль. В РПЛ 558 матчей и 249 в сухую. Ну и безусловно, это топовый вратарь, кумир и легенда не только болельщиков красно-синих, но и по всей России как минимум. Уверенное первое место самого преданного голкипера РПЛ. Вот такой получился рейтинг из самых преданных действующих игроков РПЛ. Надеюсь вам зашел этот выпуск. Сколько еще сезонов за ЦСКА проведет Акинфеев? Оставляйте свои комментарии на этот счет. Ну или куда занесет Гильерми уже этим летом? Останется в России и будет выступать в медиалиге? Или полетит на родину чилить на теплых пляжах Рио-де-Жанейро? В общем, жду от вас комментариев и максимальной поддержки.